Сейчас у человечества есть большая опасность, мы все ее знаем, и заключается она в том, что определенные особенности, определенные свойства феномена человека, интеллектуальные свойства могут быть смоделированы, причем смоделированы в большом объеме и значительно усилены. Ясно, что в таком случае человек, как сбалансированное явление, перестает существовать, не существует, но вот эти очень усиленные и заостренные свойства определенной психики человека или человеческой личности, они могут иметь большую опасность для нас. В частности, такая опасность заключается в так называемом восстании машин. Да, значит, могут быть, я уверен в том, что среди тех алгоритмов, которые пишутся, могут быть непродуманные какие-то определенные ходы, непродуманные логические цепочки, неосознанные разработчиками, которые могут привести к неправильному развитию событий, к неправильным, к опасным в своей реализации алгоритмам. Такое может быть. В конце концов, может быть спонтанная мутация техническая, техническая поломка алгоритмов, точнее не так, техническая поломка или технические изменения носителей, на которых будут эти алгоритмы нормальные, могут находить реализацию в каком-то ненормальном или в опасном ключе. Я не исключаю такого сценария и такого развития событий. Опасно ли это для человечества? Да, действительно, это большая опасность. Такая же опасность, как, например, какое-то развитие определенных технологий, технологии пороха, производства и так далее, использования, ядерная энергия и так далее. То есть это раздувание и усиление какой-то одной из граней того, чем является человек. И вот это усиление этой грани, оно создает для нас колоссальную опасность. Единственное, что, и причем я уверен, что развитие событий при вот таком сценарии, оно может иметь катастрофические исходы. Но я уверен также в том, что вот эти симулякры человека или определенные грани человеческой сущности, личности человека, очень усиленные и раздутые, они смогут сделать очень-очень много чего опасного, но в конце концов они не смогут уничтожить феномен человека. Человек найдет что-то, неописуемое этими алгоритмами, что-то вне этих алгоритмов, которое сможет разрушить эти алгоритмы и остановить драматическое течение этого процесса. Да, для этого может понадобиться очень, ну, например, какое-то длительное время, или многие люди погибнут в течение, то есть в ходе этих всех пертурбаций, но мне кажется, что полностью уничтожить феномен человека не удастся таким вот способом. Ну и кроме того, я думаю, что не удастся также с той стороны, также исходя из того, что человек не сам, и верующие люди знают, что и уповают на то, что есть Бог. И мы надеемся, что и в такой ситуации Бог нас не оставит, как человечество, как свое творение. Поэтому опасность есть, опасность огромная, но в конце этой опасности всегда будет победа человека. Может быть, по той причине, что за человеком стоит сильный, стоит своя сила, свой защитник, отец, который не даст свое детище на попрание и на уничтожение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok